Девушки отдыхают Люди ходили к перевалу, и все зазря. Так и не смогли пробиться. Некоторые возвращались, другие нет. Пятьдесят на пятьдесят, как говорит старый. Однажды в студентную зимнюю полу я вышел из леса. Был сильный мороз. Вдруг вижу, поднимается. Лошадь, лошадка запряженная. Хвост, увост. А что это такое лошадь? Лошадь – это животное, четверонокое, которое использовали для перевозки груза, верховой езды. Олег, тысячу раз видел эту фотографию. Отец с матерью стоят рядом. Очень молодые и очень веселые, яркие. Отец в мундире, а мать в платье без плеч. Называется Сарафаном. Тогда Олега еще не было. Двадцать лет назад Олега еще не было. А пятнадцать лет назад Олега уже был. Жаль, что быстро прибежали. Я бы сам с ними справился. С тобой ничего? Ты что, плачешь? Тебя ранили? Нет, я грибы потеряла. Вот тут нас поймала лавина. Хотя нет, Никита погиб выше по ущелью. Стояла осень, температура ночью падала до сорока градусов. Тогда радиация была одной из причин, почему нам пришлось так спешно уходить. Было много больных и раненых. А сейчас не надеюсь, очень надеюсь и на тебя. На знания. Атлант. Они еще совсем дети. Они еще совсем дети. Какого не было за все эти годы. И дети подросли. В десять раз более выносливый и приспособленный, чем мы. Сегодня или никогда. Если бы те не погибли, мы жили бы лучше. Было бы больше кормильцев. Конечно. Но все равно оказались бы во власти законов бедродации. Или мы часть человечества и бережем его знания, стремимся к ним. Или мы дикари без перспектив. Ты идеалист, Боря. Кусок хлеба сегодня нужнее абстрактных ананасов. Но ты ведь помнишь вкус ананаса. Смешное слово. Ананас – это тропический плод со специфическим вкусом. Ну все. Зачем это? Что это? Зачем? Счетчик радиации. Там может быть радиация. Томас, если будет табак для трубки, не забудь. И бластер. Главное – найти бластер. Не забудь. И куда идти? Не дойдете же. Хорошо еще, если целы не вернетесь. Не дойдете же. Хорошо еще, если целы не вернетесь. В жизни так мало красивых минут. В жизни так много беззверья и черной работы. Мысли о прошлом морщины на бледные лица кладут. Мысли о будущем полны свинцовой заботы. В жизни так много беззверья и черной работы. В жизни так много беззверья и черной работы. Настоящего нет. Еще живым чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь. У барьера много серых некрасивых бледных лиц. Но в глазах у них, как искры, бьются крылья синих птиц. Вот опять открылось в небо голубое полотно. О, под цвету голубому стасковались мы давно. И не меньше стасковались по ликующим словам. По свободным смелым жестам, по несбыточным мечтам. Дома стены, только стены. Дома жутко и темно. Дома жутко и темно. Но не петь, но не ждать и играть в тупую драму, Покорившись, как овца, без огня, без вдохновенья, Без начала и конца. И вот порою, чтоб вспомнить, что мы еще живы, Чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь. Скоро пещера. Скоро, скоро. Но это уже темно, могут появиться ночные твари. Пещера! Стой, стой! Это же козел! Это мой козел! Как-то года три назад Марьяна притащила из леса козленка, Маленького, еще по пояс. У козла был занудный голос. Он топотал ногами и вопил. Козел дожил в поселке до зимы. Он привык к людям, почти не кусался. Торчал все время в мастерскую Сергеева. Там было тепло. А потом ночью пришли ночные твари и увели козла с собой. TOYLET Задремел. Задремел. Сам не заметил. Меня козел разбудили. Молодец, козляк. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стойте! Идите! Что это? С ума сойти! Это же фляга! Здесь был наш последний привал перед долиной. Это фляга Вайткуса. Фляга? Зачем она? Этого... Этого не может быть! Буду жить. Какие красивые кастрюли! Мы возьмем их? Нет, 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 не стой. Их там много. Дай попробовать. Детям и дикарям коньяк противопоказан. Ну, хорошо, хорошо. Только осторожно. Один маленький глоток. Ага. Зачем? Зачем вы его отравили? Ничего, ничего. Сейчас все пройдет. Я почти поверил, что мы дойдем. Вперед, друзья. Вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Когда подойдешь к кораблю, первым делом проверь уровень радиации. Помнишь как? Помню. Сейчас отдохнете, и вам будет лучше. Я дойду. Не бойтесь, друзья. Я иду туда уже 16 лет. И я дойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грибы, я спущусь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег, держись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег, держись! Держись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жалко, что козел убежал. Все равно найду его и убью. А то с голоду подохнет. А я рада, что ты его не догнал. Где они? Смотри, следы. Спокойно, спокойно, Олежка. Дай руку. Вот, вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, мы пойдем дальше. У нас нет шансов перейти перевал. У нас есть карта. А почему ты ей веришь? Карта старая, все могло измениться. Тома сказал, что остался один день. Мы не можем ей верить. Это же было давно. Я пойду к перевалу. Я тоже пойду. Как ты не понимаешь, Дик. На нас надеются. Карта же старая. Все могло измениться. А? 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 Они стояли, ребята. Три изможденных дикаря. Три микроскопические фигурки в громадном и пустом, безмолвном чужом мире. Смотрели на мертвый корабль, который 16 лет назад рухнул на эту планету. Корабль лежал, накоренившись и вдавившись в снег. Точно посреди котловины. До нее капитан смог дотянуть, когда после взрыва в двигательном отсеке отказали приборы. Он посадил корабль в этой котловине в метель, ночь и туман. КОНЕЦ 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 Когда подойдешь к кораблю, первым делом проверь уровень радиации. Томас не сказал, как его открыть. ФАКЕЛ ФАКЕЛ У меня есть дом, поселок. А есть еще один дом. Космический исследовательский корабль «Полюс». Я не боюсь. Мне здесь не страшно. Пошли! В навигационный отсек. Здесь посадочные катера и другие средства. КОНЕЦ Но узел питания был выведен из строя при посадке. Это сыграло роковую роль. И вынудило команду и пассажиров идти по горам пешком. С огромными жертвами. С огромными жертвами. Правильно. А это тот катер, который они вытягивали из ангара на руках. Но не успели. Надо было уходить. Ты хорошо все выучил. Куда дальше? Вот эта дверь. Отсюда мы попадем на склад. Это было странное, чудесное пиршество. Все было соблазнительно и незнакомо. Правда, далеко не все нравилось. Они наслаждались сгущенным молоком, не зная, что это сгущенное молоко. Глотали шпроты, не подозревая, что это шпроты. Жевали муку, и мука им не нравилась. Но они не знали, что это мука. Пошли. Давайте спать здесь. Здесь безопасно. Нет, на улице лучше. Пошли. Вот я и дома. Я тут уже был. Я даже родился тут. Где-то у меня корабля есть комната, в которой я родился. В каюте номер 44. В обычной жизни нельзя встретиться с самим собой. А здесь, здесь в петле, прикрепленной к бортику кроватки, висела недопитая бутылочка с молоком. Молоко замерзло, но его можно было растопить и допить. Вернуться через 16 лет и допить. И именно в этот момент, услышав звук погремушки и, как ни странно, узнав его, он осознал реальность корабля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Олежка, ответь им, ответь им! Скажи, что мы здесь! Ну, не молчи же! Это какой-то автомат. Я не знаю, как ответить. Но я возьму отсюда с собой книги. Много книг. Я научусь. И мы придем сюда снова. И я скажу земле, где мы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Козёл! Он нас ждал! Ребят, это же козлиха! Коза! Так и шли дальше. Ник с Олегом была к Ленарте, Марьяна поддерживала их сзади, чтобы не опрокинулись. А последняя шла коза с детёнышем и конючила. Ей вечно хотелось зажирать. Даже когда спустились к лесу, и там были грибы и корешки, она всё равно требовала сгущённого молока. Хотя так же, как и путешественники, не знала ещё, что эта белая сладкая масса называется сгущённым молоком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok